Вы же так хотите. Вы думаете, что я не самый умный в этой жизни человек. Ну, может быть, я и не самый в этой жизни умный человек, я поэтому ничего не говорю. Есть люди, которые, естественно, умнее, чем я. Я говорю им огромное-огромное спасибо за то, что они меня учат, кстати. Что же касаемо меня лично, и где я сейчас все это дело показываю, я вам показываю Верхневуральский пивной завод. Верхневуральский пивной завод, он уникален в природе своей. И вы мне хотите сказать, что я кое-что не понимаю. Но давайте все-таки определимся, кем и вообще, что я такой по сути своей. То есть по сути своей я, в принципе-то, никогда не собирался оканчивать курсы журналистики. Нет, нет, нет. Я никогда не собирался монтировать сюжеты. Нет, нет, нет. Я никогда не собирался становиться оператором. Нет, нет, нет. Я был тем, кто умеет думать головой. А кто умеет думать головой? Если вы уж такие благоразумные, то найдите и поймите, что это инженер. Так вот, инженером я стал, а уже потом переключился. Но перед тем, как я стал инженером, у меня были другие вещи, весьма интересные. То есть я бы не стал инженером, если бы у меня одна девушка не колбасанула. Она меня колбасанула, потому что мне не хватило 2 см роста и 3 кг веса. А так бы, я бы даже инженером не стал, я был бы летчиком. Дайте мне возможность, я буду летать. Но перед тем, как я собирался и закончил курсы, я закончил курсы, между прочим, в Доме обороны, между прочим, целый год, между прочим. С Карла Маркса. Представляете, мелким топованием надо было дойти до вокзала. Ой, до Урала практически, он там располагался. Ровно год я обучался. Но еще перед этим я всю жизнь занимался чем? То есть у меня еще и руки росли из-за немного другого места. А другое место вам говорит великолепный специалист Игорь Маркевич, который так и говорит, что если человек занимается авиацией с детства, то у него уже голова немножко по-другому работает. Не так, как у всех. Что было в оконцовке, я скажу. Но я с самого младшего детства, молоденький когда я был, я начинал заниматься стендовым моделизмом. И до сих пор уже им занимаюсь. То есть вы должны понять, да, что это такое. То есть стендовый моделизм это еще тот вопросик то. И в 1986 году я первый открыл клуб стендовым моделизмом в городе Магнитогорске. Научившись и сделавши. Это было красиво, ровно. И был еще один товарищ, который потом меня научил летать на планере. Анатолий Черников. То есть, ну, есть человеки умные. Но с 1984 года я уже начал делать свои радиоуправляемые модели самолетов. Так, неплохо, да ведь? Кое-что я в этой жизни умел, естественно. А что было потом? К сожалению, меня швырнули, и мне пришлось поступать в институт. В какой институт? Сейчас чуть-чуть подальше. И куда я поступил в институте? Я в институте поступил на кафедру теплоэнергетики. Маленький интересный случай. Потому что кафедрой теплоэнергетики тогда занимался Николай Иванович Иванов. Бывший ректор горного института. Там был еще и Вачаев, Стульпин до сих пор жив, к славе тебе, Господи, что так оно есть. И самое забавное, что когда я поступил, у нас была такая дивная ситуация. Не обыкновенные сессии, не. Сессии это у 99%, может быть, даже и больше, сегодняшних слушателей любого университета. Любого университета. А мы работали по циклической системе. Так вот, нас там так шлепали, по самые угоника типа Туся. Да-да-да-да-да. И к слову о том, что нас же не просто шлепали, да, что рядышком со мной, где мы находимся. Это процедура приготовления воды. И когда эта процедура приготовления воды здесь присутствует, когда мне говорят, что я человек далеко не умный, я вам скажу, что, во-первых, мы были лаборантами газового анализа, это раз чуть позже, естественно, а потом еще лаборантами, которые учили и знают, как приготовить воду. Поэтому, когда вы мне будете втирать, по ушам проезжать, что я не знаю, как здесь делают воду, пункт номер один. Есть маленький нюанс. Под названием мой дипломный проект, в смысле, все мои исторические справки о посещении горного института. К слову о том, что я закончил горный институт с 4,75 баллами. Это было, как скажем так, очень даже неплохо. Так вот, нас там так научили работать и определяться, что, в принципе, зная, какая вода здесь присутствует, вы мне не рассказываете сказки. Я-то знаю, о чем идет речь. Да, мы поступили в институт. И вы думаете, что это было все просто и красиво, и ровно? Это все было далеко не просто, некрасиво и неровно. И у нас еще был курс металлургии. То есть вы думаете, что в горном институте, когда ты туда поступаешь, в Магнитогорском горном институте, когда ты туда поступаешь, не был курс металлургии? Во-первых, это металлургический институт был. И курс металлургии-то и был. Именно поэтому я сейчас взял вот этот замечательный соло, который в должном образе через некоторое время превратится в то самое пиво к слову меня попросили его отнести его сейчас туда и отнесу где мы будем его молоть и когда мне задали вопрос ну у меня же не только все были пятерочки да вот мне задали вопрос естественно и я немножко ложанулся но поверьте мне было там всего две тройки все остальное 4 5 большем количестве даже 5 баллов было это металлургия естественно я всегда говорю правду правильно так вот что восстанавливает металл из 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 чего то есть идет металлургический скажем так феррум 2 о 3 стандарты перекись железа и восстанавливает естественно углерод и c о я немножко ложанулся но бывает естественно чуть-чуть лоханулся вот и то же самое что мы сейчас будем говорить вот из чего делается ваше пиво то есть это пиво сейчас покажу что происходит дальше она немножко делает вкус изумительный изумительный и очаровательный вкус и и поэтому когда я все это дело отнесу тот момент куда мне это нужно было вы должны понять что и об этих вещах в этой голове есть мысль к слову о том что я не ищу я правду говорю потому что мне не надо льстить я же вижу руководителей они делают все изумительно изумительно и красиво самое главное что здесь что здесь что здесь идеальный порядок везде и всюду но где я нахожусь я нахожусь на мельнице и опять же из истории вопроса про металлургию допустим вы даже породу горную просто так не погрузите в дону ее надо размельчить там стоят огромные дробилки разного типа но для того чтобы дробилки были и затем их когда опускают их перемешивают вместе с коксом то есть кокс также берется хотя в принципе он уже немножко имеет друг другу другую фиксацию его тоже немножко раздалбливают естественно перед тем как мы загружаем в нашей емкости тот самый солод мы его естественно должны помолоть вот здесь мы его и молим и в принципе сейчас уже немножко расскажу из разряда того это уже дипломная практика была вообще надо честно сказать что такие дипломы в 1995 году такие дипломы в 1995 году еще раз говорю такие дипломы в 1995 году были всего у двух человек у меня и у родиона сагдеева потому что потому что я включил все свои уникальные данные я вам сейчас скажу 10 10 10 надо было 11 графиков но я имею ввиду больших таких были сделаны нами в электронном виде смысле распечатаны на электронном устройстве и этого не было ни у кого мало того ни у кого не было того что мы сделали мы полностью распечатали свои дипломные проекты что для 95 года это было уникальный вариант то есть мы кое-что знали в этой жизни но эти сведения никуда не испарились я вам честно говорю а уже затем а уже затем солод заправляется вот сюда но помните я вам говорил помните я вам говорю про директор завода такой директор завода всегда проверяет чтобы не было ни капельки ни капельки не шерстинки не топочинки ничего оно должно быть вылизано все от и до к слову о том что здесь очень много хорошей качественной химии которая используется к слову почему этот пивной завод делает 8 видов разных сортов пива потому что это и уникальная методология производства работы то есть вы можете выпить пиво различных видов и различных территорий потому что здесь много того из чего вам делают уникальный продукт естественно что здесь 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 не один час не два часа семь или восемь часов процедура варенья и может быть я когда-нибудь стану пивоваром потому что если честно мне это очень сильно нравится я бы показал вам свою жизнь потому что моя жизнь это приготовление чего-то нового что-то новое что вы сейчас смотрите вы смотрите постоянные новые сюжеты об одной теме если бы конечно мы имели бы выход это был бы выход в разряд эфира то в принципе одного раза и повтора ну раз наверное 400 вам бы хватило что вы воткнулись но к сожалению это только youtube и поэтому когда вы смотрите youtube я вам еще раз говорю попросите пожалуйста всех чтобы все ваши друзья посмотрели тут ничего нового нету я просто показываю вам качественный результат или вы думаете что мне бы хотелось четко и красиво рассказывать все в городе магнитогорске это было бы хорошо но в любом другом случае вы должны понимать что это такое так вот когда-нибудь если это дело получится я даже знаю как потому что я кем являлся лаборантом физика газового анализа но еще и водой туда прибавлялась мысль наши то есть также все это дело выбирается и мы смотрим то что нам необходимо может быть я когда нибудь стану тем человеком который вам приготовит пиво но может быть я не знаю что же касается дальнейшего конечно дальнейший смысл это небольшая чистка в оконцовке но перед тем надо все это дело аккуратно слить естественно вы можете все это дело слить но я вот стою рядышком с емкостью в которой находятся дрожжи температура хранения этих дрожжей 1 на 2 градуса цельсия когда мне задают кое-что я говорю во первых как бы вам сказать теплофизика была интересна чем теплофизика была интересна тем что нас заставляли смысле нас заставляли нас обучали не только нагреву но и охлаждение или вы думаете что что-то где-то прошло где-то не так то возникает вопрос почему на улице тепло а температура здесь бак получается 1 и 2 градуса потому что здесь стоят компрессоры здесь стоят охладители если честно раньше была другая ситуация то есть раньше завод был чуть чуть дальше почему завод был с 1884 года что ли да то бишь как она все это дело охлаждалась ну как все это дело охлаждалась но у как все это дело охладу скажите мне может вы умнее чем я когда холодильники у нас только-только появились после второй мировой войны а нормальные холодильники в каждой семье появились где-то в пределах 63 года юриза они такие еще были ну как ну как ну как ну как ну как алло алло не слышали объясняю были выкопаны естественно ямы которых температура была немножко холоднее то есть принципе ямы у нас есть какие у нас ямы есть каждом погребе туда спускаешься и там прохлада вы понимаете о чем объясняют а там были глубже ямы и там все это дело было немножко по-другому а здесь естественно где специалисты которые занимаются охлаждением и вот в этом огромном местечке то дрожжи неторопливо сначала приготовившись а потом они спокойненько при меньшей температуре но они рабочие дрожжи хранятся и уже неторопливо их аккуратненько сливают потом добавляют их куда и там готовится пиво вот так все это делается это все далеко не просто так совсем далеко не просто так и это тоже дополнительные чаны эти дополнительные чаны для чего для чего эти чаны ну подумайте сами для чего то есть вы думаете что здесь все так хоп и вы будете упиваться не 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 это все далеко не для вас и не наша тема наша тема вам показать что что вы получаете именно удовольствие вы никогда не будете придурком таким красноглазым блин у которого давление будет вышибать все видели таких товарищей это которое другое пиво употребляют если честно я бы 250 раз вам бы объяснил что лучше пить то что сделано с любовью с любовью она делается так вот в этих чанах пиво достаивает доделывается в течение еще 27 дней быстро или не быстро и маленький вопрос маленький вопрос но может быть вы догадаетесь хотя гарантирую что вы не догадаетесь потому что это был вопрос госэкзамена не слышали да объясняю госэкзамен сначала был госэкзамен потом диплом проекты защищаешь так вот николай иванович иванов задал мне дивный вопрос может вы догадаетесь может нет расскажу достаточно просто то есть где-то грубо говоря опрокинулась цистерна с мазутом и мне было необходимо узнать время которое люди приедут и смогут все это дело обеззаражить сложновато да но давайте поищите но подумайте не додумались так я-то узнал вот перед тем как я узнал и самое забавное что вот наша группа f92 или 90 я не помню куда нас прыгнули да помню я сначала во второй потом в первую дала сюда не помню как но это была единственная группа это была единственная группа которая получил это была единственная группа которая получила по физхимии а в то ма ты я готовился я просто чуть когда я готовился это была жесть и когда он мне дал 4 балла я сказал все потому что сделать на 5 у нас никто не смог бы не получилось а так 4 балла и вы знаете мы получили максимум мы получили максимум удовольствие это была единственная группа больше никто не получал автоматы в городом институте а мы получили у кого мой такой хороший товарищ был я его всегда снимал когда мы занимались а он часто ходил на баскетбол очень крутой был специалист и вот к нему залезть и чтобы он вам дал автоматы это это было это это было да вот это было все и даже я к нему ходил и он не сказал то есть я включил все мозги а потом додумался но что вы поняли да то есть по сути событий пятно мазута удаляясь достаточно легко и просто цемент не цементом вот это отдельная штука которая всегда распространена она долго не ему она очень быстро производится сейчас заплыл потому что вы знаете мне башки немножко часть мозга то выдернули левую но я помню вопрос возникает в том насколько быстро и специалисты мчс сумеют добраться вот и все и когда это дело сказал николай иванов мне сказал вот алексей тебе 5 баллов ты говорит может быть не станешь крутым инженером но профсоюзной деятельностью ты будешь заниматься профсоюзная деятельность это что эта работа именно с вами именно так я занимаюсь с вами используя то что мне немножко по другому уже удалось и вы знаете когда я пришел в телевидении и когда мне начинает сказки рассказывать я вам говорю что первый рекламный ролик в городе магнитогорске сделал один человек догадаетесь кто а так а так сегодня сейчас это немножко все сложно но сегодня сейчас вы должны понять что я не вру конечно конечно рано или поздно я бы хотел стать пивоваром может это дело и случится но то что я могу сделать я не буду ничего говорить но показать небольшой нюанс что вы поняли да и пить можно вот так здесь все дело убирается именно благодаря директору этой фирмы здесь вы получаете уникальную возможность получить качественный результат